Эта тема дня мы работаем в прямом эфире. Спасибо, что вы с нами. С нового 2019 года на исследование кубанских ученых администрация региона совместно с Российским фондом фундаментальных исследований выделит в общей сложности 100 миллионов рублей. Соглашение об этом было подписано еще на Сочинском инвестиционном форуме. Таким образом, почти вдвое увеличится объем финансирования приоритетных для региона научных исследований. Добавлю, что деньги на научные проекты администрация края и Российский фонд будут осуществлять и уделять, вернее, на паритетной основе, то есть по 50 миллионов рублей с каждой стороны. О поддержке молодых ученых в нашем регионе подробнее поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Игорь Исаков, начальник отдела реализации инновационной политики Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства нашего края. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы еще занимаетесь инновационной деятельностью, поддержкой, да? В большей степени мы занимаемся инновационной деятельностью. То есть мой отдел так и называется, отдел реализации инновационной политики. Мы больше про те научные исследования, которые ориентированы на создание технологий, на создание каких-либо продуктов, да? То есть фундаментальная наука, это как бы не про нас. Это ведение нашего министерства образования. А вы уже воплощаете ближе к бизнесу и ближе к реализации. Да, у нас именно наука, научно-техническая деятельность, которая направлена именно на создание конкретного результата, выраженного в технологии, создание какого-то продукта, подразумевающего со временем создание отдельного какого-то производства на основе научной разработки. Игорь, хочу спросить, какие в последнее время интересные проекты поддерживались вами, да? И какую работу проводит департамент в раскрытии новых имен научных? Здесь у нас как бы широкое поле для деятельности. Если брать чисто научно-техническое направление, то здесь стоит выделить у нас работу с фондом содействия инновациям. Представителем фонда на территории нашего региона являюсь как раз я. Здесь особо мы можем выделить компанию Агроплазма. Краснодарская компания, которая у нас вошла в проект Министерства экономического развития, национальные чемпионы, которая является резидентом Сколково. И первая компания, которая получила грант Сколково Агроплазма, занимается у нас селекцией и производством семян кукурузы и ряда масличных культур. То есть это наиболее яркие, наиболее серьезные примеры, где есть мощная научно-исследовательская база, есть рынок. Они занимают, если не ошибаюсь, около 40% российского рынка по ряду семян. Хочу спросить, какие сегодня методы поддержки доступны молодым ученым? Потому что, я так понимаю, там есть и наши краевые, и федеральные есть определенные проекты. Расскажите подробнее о них. Здесь надо разделять, прежде всего, кто является потенциальным получателем. То есть, если это просто молодые ученые, да, есть программы, если касаться именно прикладных областей науки, есть фонд содействия инновациям. Можно пробиться, стать резидентом фонда Сколково, получать поддержку в виде налоговых льгот, в виде грантового финансирования, в виде возможности подключения к сервисам Сколково, в частности, в формировании защиты интеллектуальной собственности, доступ к оборудованию. Это тоже, как бы, есть такое направление. На самом деле, инструментов много, и надо уметь понимать, как ими пользоваться. Как вы рассказываете об этих инструментах, потенциальным новым, скажем так, получателям грантов? У нас есть информационный раздел на сайте департамента investkuban.ru, где мы собрали все основные формы поддержки, основные условия, ссылки на сайты. Плюс проводится информационная работа в рамках мероприятий, которые мы проводим, в том числе и совместно с фондом Сколково. Мы проводили здесь этап стартап-тура, открытые инновации. Мы собрали здесь весь юг России, лучшие проекты, и здесь транслировали по сервисам, которые есть, по видам поддержки. То есть заслушивали проекты. Часть проектов прошли на дальнейшие этапы, получили финансирование. Хочу спросить, знаете, про что? Про местодействие. Потому что этот коворкинг-центр уже очень многие, и средства массовой информации, и предприятия, которые уже пользуются инновациями, которые разработаны были в этом коворкинг-центре, зарекомендовали себя очень хорошо. На финальный этап и отбор именно очень много интересных проектов вышло. Можете подробнее о них рассказать, что сегодня интересует наших ученых? Ну, прежде всего, это информационные технологии. Ну, самое актуальное, это все-таки информационные технологии и новые производственные технологии, интеллектуальные производственные системы. Это, наверное, основное направление. То есть на стыке IT, получается, да? Да, да, да. То есть здесь плюс еще новые материалы и химические технологии. Тоже популярное направление. Какие, например, новые материалы? Ну, когда ребята, допустим, предлагают строительный бетон, который пропускает свет, к примеру. Прямо сейчас у нас есть возможность поговорить с одним из инноваторов, которые уже пользуются грантами. Я знаю, что вы тоже с ним знакомы. Это Иван Шортский, победитель конкурса «Премия IQ года» в 2014 году. Иван, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем проекте. Почему вас заинтересовала именно эта тема? День добрый. Добрый. Да, у нас проект связан с переработкой для нашего края актуального отхода рисовой шелухи, на основе которой мы получаем пустотелый наполнитель, который используется в дальнейшем в строительной отрасли. Ну, почему мы решили заняться этой проблемой? Наверное, потому что она актуальна для края. Если вы знаете, порядка 200 тысяч тонн рисовой шелухи образуется в крае в течение года. Для представления этого объема это порядка 90 тысяч железнодорожных вагонов. И 65% этого объема до сих пор в открытую сжигается, нарушая экологию нашего региона. Поэтому мы задались целью найти простой, эффективный способ, который бы мог создать новый продукт для новой отрасли на базе этого отхода. Иван, хочу вас спросить, насколько методы поддержки, которые сегодня существуют в нашем регионе, доступны для людей, которые хотят воплотить свое изобретение в жизнь? Я считаю, что инструментов поддержки много. Просто нужно их знать и уметь ими пользоваться. Основным нашим методом поддержки является фонд содействия инновациям, или в народе его называют фонд бортника. Благодаря сначала по программе «Умник», потом по программе «Старт» мы создали установку, которая сейчас опробируется на базе агрокомплекса, на базе одного из элеваторов этой компании. Ой, элеваторов. И мы получаем продукт. Сейчас будем реализовывать его в Крым. Спасибо вам большое, Иван, и успехов вам в вашей работе. Игорь, как раз затронул он программу «Умник» и еще упомянул «Старт». Расскажите подробнее. Так понимаю, это федеральные проекты, да? Это федеральные программы, и в рамках этих федеральных программ есть еще конкурсы. И конкурсы, они подразделяются как и региональные этапы, то есть «Умник» в Красноярском крае – это не программа, это конкурс. Есть еще «Умник» в Национальной технологической инициативе. Это тоже отдельный конкурс, это федеральная площадка, но это тоже конкурс. «Умник» подразумевает собой поддержку молодых ученых от 18 до 30 лет, которые планируют осуществление перспективных научно-исследовательских разработок, которые в будущем могут превратиться, как я уже говорил, в технологию, в какое-то производство. Там выделяется у нас 500 тысяч рублей. То есть это такой первый опыт, первый этап. Стартовый такой шаг, да, получается? Стартовый, да, то есть это не на создание производства, как там многие путают, это все-таки на формализацию проекта, на его проработку для того, чтобы проверить его, как-то его очертить, его очертания сделать и посмотреть дальше, можно с ним идти, нельзя идти. То есть после этого этапа при хорошем положительном результате, как правило, следует регистрация юридического лица и подача заявки на конкурс по программе «Старт». Ну, еще само собой, разумеется, это необходимо создать интеллектуальную собственность. То есть регистрировать его, получается, да? Патент, да, свидетельство на ИВМ, то есть получить документ о том, что создана интеллектуальная собственность. Программа «Старт» уже более серьезная программа, и она предполагает уже создание, ну, на первом этапе это больше проработка этого научно-исследовательской работы, да, это создание научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. То есть это большая формализация для того, чтобы подготовить этот этап уже к созданию производства. То есть на первый год дается 2 миллиона, на второй год дается 3 миллиона при условии успешной защиты и привлечении софинансирования 3,3. Ну, один к одному, точнее. То есть когда уже разработка формализована, есть уже потенциальный потребитель, который готов вложиться в этот проект. Это вот такой важный формальный критерий для фонда, чтобы понимать, что эта разработка будет востребована, да, и вот тут как бы отсеивается порядка 3 четвертей, да, 75% на каждом этапе. Есть третий этап, когда уже дается 4 или 5 миллионов рублей тоже уже на создание производства. То есть такая программа, которая позволяет, предполагает комплексное выращивание инновационных компаний. Есть программы более серьезные, более взрослые. То есть у нас есть программа коммерциализация, когда уже проведены все исследования, когда уже создана интеллектуальная собственность, есть продукт. Осталось безусловно взять его, да? Да, это уже деньги на создание производства. Ранее это было 15 миллионов рублей, софинансирование один к одному. Теперь уже по решению фонда, буквально вчера была новость, что эта сумма увеличена до 20 миллионов рублей. То есть мы уже понимаем, что 20 миллионов рублей фонда и 20 миллионов рублей инвестора, либо самого предприятия, это уже значительная сумма, она уже позволяет что-то сделать. Кстати, я только хотела спросить, насколько интересны бизнесы сегодня разработки наших местных ученых и инноваторов, да? Как вы их привлекаете? Как работает департамент, чтобы узнавали они друг о друге побольше? Мы здесь проводим работу в большей степени проведения выставок. Это одно из направлений. Например, на Сочинском форуме мы представляли разработки молодых ребят, представляли их взрослому бизнесу. Но здесь есть объективная сложность, что серьезный крупный инвестор он не готов всегда поглотить эту разработку. Для интеграции разработки необходим так называемый R&D-центр. Что-то типа буфера? Это центр дословно Research and Development, развитие и исследование. Это специализированный центр, который может принять научную разработку или инновационную и продумать план интеграции ее в производство и просчитать самый главный эффект экономический, какой бы сложится при внедрении этой разработки. Вот это звено, оно наиболее важно для интеграции разработок. Плюс мы еще приглашаем представителей бизнес-ассоциаций, представителей бизнеса на проводимые мероприятия. То есть тот же Startup Tour, там были у нас представители реального бизнеса, которые отсматривали проекты, задавали вопросы ребятам. То есть это два ключевых направления. Будем, конечно, думать о большем, чтобы все-таки перейти к какой-то акселерационной программе, которая предполагает возможную интеграцию под запросы компаний. Конкретные уже, да? Да, конкретные. Хочу добавить, что Кубань это все-таки аграрный регион, поэтому неудивительно, что это направление постоянно присутствует в грантовых программах. Какие методы поддержки доступны сегодня молодым ученым именно этого сектора, спросим у эксперта по телефону. Это Аркадий Моисеев, председатель Совета молодых ученых Кубанского государственного аграрного университета. Здравствуйте, хочу спросить, как развивается наука вот именно в формате вашей отрасли, сельскохозяйственной? Как вы поддерживаете начинание молодых ученых? Добрый день. Ну, конечно же, это участие в наших аграрных выставках и конкурсах. Это ежегодно, это «Золотая осень», международный салон изобретений «Архимед» уже несколько лет подряд делегацию формирует региональное министерство образования. Новое время в Севастополе. А если рассматривать региональные конкурсы, то их тоже достаточно большое количество. Прежде всего, конкурс программы «Умник», департамент инвестиций курирует и в этом году проводил полуфиналы. Губернаторская премия молодежных инновационных проектов «Айкью года», Кубанская школа инноваторов. Ну, а также те конкурсы уже федеральные, РФФИ, РГНФ, в которые наши кубанские молодые ученые участвуют. И вот у нас было получено два гранта президента. Один молодой ученый получает стипендию президента. У нас в Краснодарском крае всего существует 7 советов молодых ученых. И вот месяц назад на базе образовательного центра «Сириус» проходил саммит молодых ученых, где были представлены лучшие. И от нашего региона присутствовало два совета. Один из наших, как раз совет Кубанского ГАУ. На это внимание обращают достаточно эффективно и губернаторы, и законодательное собрание Краснодарского края. Поэтому в этом направлении наш регион, я скажу, что один из лучших. Спасибо вам большое, Аркадий, за вашу работу, за то, что смогли нам все это так подробно рассказать. Игорь, хочу спросить еще о том, насколько бизнес может увидеть эти проекты. Вы уже рассказали, что Сочинский форум и другие выставочные площадки. Но насколько бизнесу вообще это интересно? Есть ли со стороны предприятий запрос на то, что им нужна такая инновация в их производстве? Запросы существуют у определенных компаний. Но здесь надо понимать, что идет конкуренция от малых, каких-то инновационных компаний, ученых и компаний зарубежных. Вы можете отметить, что она растет, эта конкуренция? Эта конкуренция достаточно сильная и она усиливается. То есть сложно конкурировать с крупными игроками рынка. Но все равно такие прецеденты у нас происходят. Я знаю пример того же Евгения Смычагина, который у нас победитель по умнику, победитель по старту, победитель стартап-тура Сколкова. У него есть эти примеры. К примеру, тот же Иван Шорский, который у нас ранее был в эфире, который взаимодействует. Это вообще модель работы, это называется корпоративные инновации. Когда корпорация размещает запросы технологические, конкретные. Мы хотим конкретно вот это. И стартапы уже их разбирают. Они ориентируются, и они предлагают решения. То есть это такая вот новая модель. Сейчас мы совместно взаимодействуем с российской венчурной компанией, с федеральным акселератом Generation S. Тоже здесь как бы ориентируем, помогаем. Это в большей степени крупный бизнес, у которого есть подразделения. Дополнительные средства. Которые могут похвотить большинство из бизнесов, в чем есть существенная проблема. Нужно конкретное готовое решение. То есть работать с его доработкой, внедрением, не все на это идут. То есть я работал и в крупном бизнесе, и знаю тоже эту тематику на то, что определенный риск по результату, по финансовым вложениям, это объективно есть проблема. Это очень существенное ограничение, которое препятствует, да, свободному доступу этих технологий, которые разрабатывают, да, ребята, к примеру. Но самое главное, что у нас в крае есть возможность поддержать бизнес, и есть возможность рассказать об этом бизнесу. Спасибо большое, что смогли к нам прийти. И более подробно эту тему разъяснить для нас, для наших телезрителей. Это тема дня. Продолжим разговор после рекламы. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова